В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. К столетию расстрела императорской семьи торжественное освящение храма царственных страстотерпцев. Русский Гофман-2018. Саровчане стали лауреатами международного литературного конкурса. На лыжах круглый год Саров готовится принять всероссийские соревнования по лыжероллерному спорту. Далее расскажем обо всем подробно. В ночь с 16 на 17 июля в России вспомнили одну из самых мрачных дат истории. 100 лет со дня, когда вместе с последним императором Николаем II были расстреляны его супруга, пятеро детей и несколько близких царской семьи. Почтили память мучеников во всех регионах страны. Центральным местом стал Екатеринбург. Здесь в крестном ходе приняли участие более 100 тысяч человек. В Сарове в эту ночь тоже прошли торжественные мероприятия. Свой крестный ход и освящение храма памятника царской семье. Благодатная ночь. Именно так называют ее тысячи верующих, собравшихся на монастырской площади. 17 июля – дата, которая никогда не сотрется со страниц учебников и навсегда останется в истории нашей страны. Николай II и его семья приняли мученическую смерть ради своего народа. Это такой торжественно внутренне трогательный момент, когда мы все переживаем и вспоминаем, что произошло сто лет назад. И вот этим крестным ходом, молитвенным ходом, мы будем как бы возвращаться в те исторические сюжеты, в те исторические моменты, когда это произошла трагедия. На праздничное мероприятие приехал митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Он и возглавил крестный ход. Ровно в 11 ночи верующие с хоругвами и песнопениями начали шествие от Свято-Успенского монастыря к новому храму, построенному в честь царской семьи. Несколько сотен сыровчан, пенсионеры и дети, паломники и простые горожане, учителя, строители, первые лица города. Все они прошли по улицам нового района, держа в руках свечи и лампадки и размышляя о трагедии тех лет. Для каждого из них этот крестный ход и освящение храма имеют особое значение. По большому счету царская семья, с точки зрения православия, христианства, совершила тот же путь, что Иисус Христос и причисленные к лику святых, они будут почитаться со временем все больше и больше. Поэтому сегодня очень важное событие, как для города, так и для всего православного мира, наверное, в целом. Это наша история. Историю надо помнить. Люди, которые помнят историю, они всегда имеют будущее. Это наш город, как вы все знают, и не только мы разрабатываем оружие, но и духовный центр России. Поэтому смотрите, сколько сегодня людей. Все воодушевленные, все идем на освящение храма. Первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье императора, появился в Сарове не случайно. Именно Николай II настаивал на канонизации преподобного Серафима Саровского и причислении его к лику святых. Поэтому то, что именно в эту ночь прошло освящение храма царственных срастотерпцев, стало для саровчан знаковым событием. Большой праздник для нас, для нашего города. Такое торжественное событие для нашего города, мне кажется. Поэтому не смогли остаться равнодушными и пришли. Вообще освящение храма – это всегда праздник, а такого в Сарове. Поэтому сильно машину приехали из Нижнего. Царь прославил нашего батюшка Серафима. Это уже немаловажное значение имеет. После правящий архиерей провел чин освящения, на котором присутствовали и благотворители храма. Несмотря на то, что стрелки на часах давно показывали за полночь, площадь перед храмом была заполнена сотнями верующих, которые после освящения совершили крестный ход вокруг храма. Во многих городах крестные ходы в ночь с 16 на 17 июля уже давно стали доброй традицией, которая, возможно, появится и в нашем городе. Это может быть хорошей, доброй традицией. Потому что царь и император Николай активно участвовал в прославлении батюшки Серафима. И связь монастыря и нашего царственного храма – это невидимая духовная нить, которая должна видимым образом притворяться видимыми такими крестными ходами. Сразу после крестного хода владыка провел первую литургию. Богослужения продолжались до 4 часов утра. Также в эту ночь благотворителям храма вручили благодарственные письма и наградили орденами преподобного Серафима Саровского и медалями святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. В Калининграде подвели итоги третьего международного фестиваля конкурса «Русский Гофман-2018». Организаторы приняли работы почти от 600 авторов из 19 стран мира. Произведения оценивались межрегиональным профессиональным жюри в пяти номинациях, девизами которым послужили цитаты известного немецкого писателя. В число лауреатов престижного литературного конкурса вошли и саровчане. Депутат городской думы, заместитель редактора газеты, журналист, публицист и писатель. Все это один человек – Иван Ситников. По долгу службы и в силу жизненных обстоятельств он побывал в различных уголках нашей страны, знаком со многими интересными людьми. Накопленный жизненный опыт он не прячет в закоулках собственной памяти и не оставляет пылиться в ящиках письменного стола. Все, что узнал сам и что нашел в архивах, весь этот уникальный материал он облекает форму рассказов, повести и даже телепередач. Просто иногда существует потребность в том, чтобы поделиться какой-то информацией, какими-то впечатлениями с другими людьми. Есть люди, подобные монетам, на которых чеканец одно и то же изображение, другие, похожи на медали, выбиваемые только для данного случая. Это девиз номинации, в которую участвовал Иван Иванович. И в этот раз он не сошел с выбранного пути рассказывать о знаменитых людях, которых судьба прямо или косвенно связала с Саровым. У меня по номинации «Публицистика» было два очерка, которые назывались «Два патриарха». О посещении Саровской пустыни патриархом Пименом и генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Иван Иванович очень строг к себе и к своему творчеству, и потому всегда прислушивается к мнению соратников по литературному объединению «Радуга». Он высоко ценит талант и профессионализм своих наставников, которые всегда помогут советам и вдохновят на новые творческие начинания. Я хотел бы даже спасибо большое сказать литобъединению «Радуга» о том, что они генерируют, магнитят людей, которые попадают в их сферу внимания. По мотивам конкурсных работ Иван Ситников снял два выпуска проекта канала «16. Исторические очерки», которые уже вышли в эфир. Найти их вы можете на нашем канале в Ютьюбе. О Леониде Брежневе рассказывает выпуск номер 5. О патриархе Пимене номер 13. Начались работы по ремонту автомобильной дороги к детскому оздоровительно-образовательному центру «Березка». Об этом сообщает дорожно-эксплуатационное предприятие. До мая 2019 года будет приведен в порядок 5-километровый участок Дивеева-Коврез. Общая стоимость работ – 40 миллионов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Госдуме вновь заговорили о налоге на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Парламентарии во втором чтении приняли поправки к закону о таможенном регулировании, который позволяет правительству устанавливать сборы в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли. Напомним, сейчас в зарубежных интернет-магазинах можно без дополнительных затрат приобретать товары общей стоимости не больше 1000 евро в месяц. Прием работ на фотоконкурс «Саровская Ривьера» подошел к концу. В течение двух месяцев все желающие могли сделать красивые фотографии на фоне жилищного комплекса «Саровская Ривьера», разместить их в социальных сетях с хэштегом или прислать по электронной почте. Лучшие из работ опубликованы на сайте sarov24.ru в разделе «Фотоконкурс». Имя победителя, который получит суперприз «Электросамокат Ксиоми» назовут к 1 августа. Саровчане успешно выступили на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», который собрал 500 одаренных школьников со всей страны. Среди участников победители Олимпиад и конкурсов в области научно-технического творчества, естественных наук, обладатели патентов и авторы собственных изобретений. Саровчане участвовали в разработке проектов в трех направлениях – космос, энергия и информационные технологии. Выпускник 15-го лицея Константин Михеев стал лидером в проекте «Космический аппарат для полета на Марс». За эту работу саровчанина наградили путевкой на Байконур. Эти уникальные кадры снял саровчанин Константин Михеев. Мечта многих мальчишек увидеть запуск ракеты собственными глазами для него стала реальностью. Косте и еще пятерым школьникам удалось побывать на крупнейшем в мире космодроме Байконуре. Это очень впечатляющее зрелище. Не каждый такое может увидеть. Запуск происходил ночью, но когда летела ракета, светло было как днем. Ну, также и впечатляюще было то, что, конечно же, природа в Казахстане очень отличается от нашей. Жара плюс 46. Жарко очень, без кондиционера не обойтись. Путевку на Байконур Костя выиграл на форуме будущие интеллектуальные лидеры России в Ярославле. Молодой человек спроектировал космический аппарат для полета на Марс. Меня выбрали для поездки на Байконуре, потому что я очень много активно работал и презентовал наш проект. Затем нам раздали сертификаты на поездку. А еще Константину удалось пообщаться с именитыми космонавтами. Они рассказали школьникам о своей работе и провели экскурсию по космодрому. Узнал очень много о Королеве, о Глушко, который изобретал двигатели. Очень много узнал о самих ракетах, как они делались. Мы нам показывали, где они делались. Многие цеха, где я делал сакет, до сих пор работают. Константин признается, что поездка на Байконур позволила ему определиться с будущей профессией. Кто знает, может совсем скоро он будет руководить запусками настоящих космических кораблей или даже управлять ими. В третий раз в нашем городе пройдут всероссийские соревнования по лыжероллерам. На первенство среди юниоров приедут порядка 20 команд, а это более 200 спортсменов из самых разных уголков нашей страны. Торжественное открытие соревнований пройдет 25 июля в 10 утра на лыжной базе. Подробности о программе первенства расскажем в следующем репортаже. Лыжероллерная трасса, расположенная на территории лыжной базы, имеет протяженность 2,5 километра с тремя подъемами и тремя спусками. Спортсмены могут развивать на ней скорость до 60 километров в час. Именно здесь 25 июля стартует юношеское первенство России по лыжероллерному спорту. Начнутся соревнования, как и многие, турниры подобного рода с пролога. Если открытое первенство города на приз администрации мы проводим на лыжероллерах марки «Старт», то первенство России будет на скоростных лыжероллерах, то есть это, соответственно, выше скорость. Почему, по сути дела, мы не задействуем лыжероллерную трассу? Потому что это травма опасна. Поэтому следующие три дня соревнований – 26, 28 и 29 июля – переместятся на улицу строителя Захарова. Спортсмены будут бороться за победу в нескольких дисциплинах – спринт, гонка-преследование и эстафета. Не каждый год в городе проводятся соревнования столь высокого уровня. Поэтому, я считаю, посмотреть, отвлечься людям от своих каких-то бытовых проблем, в данном случае даже сейчас и от футбола, потому что закончился чемпионат мира. Ну, немножко переключиться и вообще посмотреть на спортсменов, на те скорости, которые показывают ребятам. Стартовать спортсмены будут от спортивного комплекса «Юниор». Трасса соревнований пройдет через новый мост до пересечения с улицы Держинского. Всероссийские соревнования повлияют на движение транспорта. 26, 28 и 29 июля с 9 утра до 2 часов дня будет закрыта проезжая часть в районе улицы строителя Захарова от пересечения с проспекта Музруково до выезда с Нового кольца. В этом году у нас два крупных мероприятия. Это наши традиционные соревнования на призы администрации. Это открытое первенство города по лыжероллерам. Соревнования пройдут на лыжной базе. 21 июля. Старт гонки в 11 часов. Всероссийские соревнования по лыжероллерному спорту проходят при поддержке ряда городских организаций. Спонсорскую помощь организаторам в этом году оказывает компания «Саровинвест». «Восточная мудрость» гласит – мед, лекарство от стаболезней. Полезное и вкусное лакомство соровчане могут приобрести в Центре культуры и досуга в НЕФ. Там открылась выставка «Медовая феерия». С 16 по 20 июля в Центре культуры и досуга в НЕФ проходит ярмарка меда. Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И соровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный, мед диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний – и бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пиргу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите на медовую феерию. Ярмарка работает в Сарове с 16 по 20 июля. Кстати, весь мед пчеловоды Михайловы привезли со своей пасеки. А это значит, что качество продукта они гарантируют лично. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.